Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы обсудить один из многочисленных способов предполагаемой бесплатной и легальной активации Windows 10 для домашнего пользователя. Ну что поделать? Волнует эта тема пользователь Home PC, точно так же, как в прошлом, алхимиков волновал поиск философского камня, с помощью которого можно было создать эликсир жизни. Ну ладно, это все шутки, перейдем ближе к делу. Если у вас вообще возникает вопрос, а зачем активировать Windows 10, у меня на канале есть ролик, который называется «Разрешено ли использовать Windows 10 без активации?» Советую посмотреть. А теперь вернемся к тому ролику, который я упомянул в начале. Автор выложил его и рассказал, он нашел способ, с помощью которого можно как бы для пользователей домашнего компьютера, имеющего Windows 10, бесплатно и легально активировать эту операционную систему. Ну и дальше говорится, что ключ доступен на официальном сайте. Я перешел на данный сайт. И действительно, если посмотреть, здесь присутствуют ключи приводятся. Казалось бы, ура! Можно радоваться. Но, пожалуйста, давайте не будем торопиться с выводами, а поднимемся вверх. И что мы видим? Здесь меня насторожило два момента. Первый – это фраза «клиент KMS». И вторая – то, что этот сайт посвящен Windows Server 2016. Давайте разберемся. Что же такое Windows Server? Для чего она нужна? Хотел сделать краткое отступление для тем, кто не знает, что такое серверная система. Компьютеры на предприятии, учреждениях или где-то еще могут иметь одинаковые права, а могут быть клиент-серверная модель. Один из вариантов, который мы видим на рисунке. То есть у нас есть клиентские компьютеры, так называемые. Это компьютеры, в которых пользователи обычные используют. А есть так называемый сервер. Компьютер-король, который руководит как бы этими компьютерами, контролирует. Но это так, если сказать утрированным и обобщить. Не будем углубляться. И вот как раз для вот таких серверов-компьютеров создаются определенные операционные системы. Они есть и на Linux, и компания Microsoft тоже создала такую операционную систему, которая называется Windows Server. И в все знающей Википедии говорится, что это линейка серверных операционных систем от компании Microsoft. И данный сайт, он посвящен Windows Server 2016. Теперь давайте разберемся с фратой клиент KME. Что это такое? В английской версии Википедии говорится, что это K-Management Service. В переводе на русский язык это означает служба управления ключами. Для чего эта служба вообще существует? Один из способов активации Microsoft Windows и Microsoft Office. Активация гарантирует, что программное обеспечение получено от Microsoft и лицензировано ею. Ну а дальше интересно. KMS используется клиентами с корпоративной лицензией. Обычно средними и крупными предприятиями, школами и некоммерческими организациями. Отдельным компьютерам не нужно связываться с Microsoft, в отличие от сервера KMS. На этом остановимся. То есть, делаем вывод, что данный сайт в первую очередь посвящен не пользователям HomePC. Он посвящен в первую очередь компьютерам, которые работают на каком-то предприятии, организации, государственном учреждении. То есть, там где есть локальная сеть, где есть сервер, который управляет, образно говоря, клиентами. Поэтому, если вернуться к данному видеоролику, возникает вопрос, законно ли использовать данные, предназначенные для Windows Server 16, в частности для клиента KMS, на компьютерах домашних пользователей, где установлено Windows 10 Pro. Решайте сами. Спасибо большое, что вы досмотрели этот видеоролик до конца. Всего хорошего. До новых встреч на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok